Которых я к вам пригласил, это Наталья Васильченко, с которой мы давно-давно дружим. Она HR-банк «Тэндиагрикод», и расскажет с точки зрения работы дателя, насколько те люди, которые учились в проектной программе, и средства для работы дателя. И Денис Гривов, это наш выпускник. Если я правильно помню, Денис, мы у нас закончили три года назад. Да, в 2016 году. В 2016 году мы имеем очень быстрый бюджет. И сейчас Денис, если я правильно помню, работает Мэр Леонидович. Правильно? Да, я трейдер по акциям в банке Мэр Леонидович. И план какой? Я расскажу вам о программе. Потом Наталья и Денис расскажут вам, насколько это интересно. Наверное, да? А что вы получите? И после этого мы тогда ответим на эти вопросы, которые вы с вами. Есть предложения? Какие-то вопросы? Нет. Давайте выключайте. Первый. Банковский институт. Что это такое? Это структурное подразделение высшей школы. То есть мы, грубо говоря, факультет. Мы называемся Банковский институт. У нас много разных программ. То есть у нас программа МВИ, у нас программа администратуры, у нас программа бакалуриата, плюс мы работаем с корпоративными клиентами. И основным клиентом это Банк России, хотя работали с Кринди Агриколь, с Газпромбанком, с Асбербанком и так далее, то есть с ведущими финансовыми институтами. Вот. И институт существует с 95-го года за это время по долгосрочным программам. У нас выпущено более 4 тысяч выпускников. Теперь, что касается программы. Ну, во-первых, это единственная программа, которая является партнером мастерки СЕЙФа. Мы институт СЕЙФа и знаем о нем? Народ. Я знаю. Я знаю. Народ знает или не знает? Надо рассказывать. Знаете, хорошо. Единственная магистерская программа, сейчас появилась программа профпереподготовки, которая идет врач, но магистерская только одна. И мы первые оказались в такой программе в статусе партнера. Это Васильев, Восточная Европа. Что нам это дает? Мы, во-первых, являясь партнером, можем ежегодно и получаем учебную литературу, которую используют преподаватели, которые у Вас ведут занятия. Второе, что самое важное, это программа строится на базе Body of Knowledge института СЕЙФа. Что это означает? Что программа наша должна соответствовать тому, что задается на экзаменах СЕЙФа, как минимум на 75%. То есть, когда мы подавали, у нас соответствие было где-то процента, по-моему, 83%. Сам по себе Body of Knowledge института берется, исходя из опросов института СЕЙФа, который он проводит ежегодно среди ведущих работу дателей всего мира. То есть, программа меняется каждый год в зависимости от того, что конкретно нужно работать. То есть, мы считаем, одним из преимуществ наших выпускников является то, что, закончив программу, вы не идете дальше куда-то на работу учиться, вы уже изначально знаете, чем у Вас учили, и можете эти знания использовать на Вашем рабочем месте. И здесь вот Вы видите, что наши выпускники, они работают в консультурных компаниях, они работают в институционных фондах, они работают в банках, как раз, если так и заубежных. И сама по себе профессия финансовая наряда очень интересна. Почему? Потому что Вы знаете, что сейчас современные тренды направлены на то, что искусственный интеллект вытесняет людей, допустим, из традиционной банковской сферы. Но это практически сделать невозможно с финансовым аналитикам, потому что для анализа компаний требуется очень большой объем информации. И, помимо этого, в каждом конкретном случае могут возникать какие-то свои проблемы, которые необходимо учитывать. И вот взять и настроить на это искусственный интеллект достаточно сложно. Я уже сказал, что наша программа – это партнерская с институтом СФИ. И что еще очень важно, помимо того, что она обычная стандартная с точки зрения магистратуры, она практикаориентированная. То есть мы в большей степени заточены не на теорию, хотя она тоже есть, но в большей степени настроены на проектную работу. То есть с тем, чтобы вы учились работать в группах и работать в группах без результатов. Наверное, знаете, что Андрей Банк проводил исследование, в чем, собственно говоря, есть положительные и отрисативные стороны обучения Российской Федерации, российских студентов. Основным плюсом является то, что, как правило, хорошо считают, хорошо знают теорию, но не умеют работать в группах. И вот мы в рамках нашей программы пытаемся, помимо того, чтобы дать хорошую теорию, научить вас работать в группах. Для чего? У нас есть научные семинары, о которых я скажу чуть позже. И следующий момент – это то, что программа ведется целиком на английском языке. Потому что, как, наверное, вы знаете, в финансах в мире рабочий язык он английский. И поэтому, если вы хотите на одном языке говорить с финансистами в любой точке мира, вы должны знать английский язык. Почему, собственно говоря, и почему? Преимущества программы. Английский я уже сказал. Следующий момент – это то, что требования наши заключаются в том, что преподаватели специальных дисциплин должны иметь сертификат CFA, FRM или ACC. То есть задача заключается в том, чтобы вы изначально говорили на одном языке с обладателями этих сертификатов. А говоря с ними на одном языке, то есть перед вами открывается дорога, по сути дела, во весь мир. Вы можете участвовать в программах студенческой мобильности в рамках Банковского института высшей школы экономики. У нас есть партнер. И в рамках глобальных всего университета. Если я правильно помню, у нас был один студент, в самом первом наборе, который уехал в Голландию и до сих пор еще не вернулся. А первый набор был где-то в районе 2004 года. Но, как правило, студент возвращается. Что еще очень важно? Поскольку мы партнерская программа, институт CFA стимулирует вас на сдачу экзаменов. Экзамены сами по себе недостаточно дураки. У нас в среднем на год на наши партнерские программы, это МБИ и администратура, выделяется порядка 20 мест. Каждое место это скидка 75% на сдачу экзаменов. Ну и про материалы я уже говорил. То есть преподаватели, они вас учат по самым новым учебникам. Учебные курсы строятся очень просто. Если вы посмотрите в боди в Уфнолич, институт CFA, то там есть 10 разделов. 10 разделов, они присутствуют у вас. Плюс идут обязательные дисциплины, которые должны быть в рамках магистрской программы по финансам, в рамках стандарта. Это многоэкономика, это эконометика и теория финансов. Если вы посмотрите, их нет в боди в Уфнолич, но поскольку вы получаете полноценный диплом магистра высшей школы экономики, у вас не сопрямо присутствует. Дисциплины по выбору. Они делятся дисциплиной по выбору первого-второго года. И процесс выбора заключается в мягком рейтинговом голосовании. То есть вы голосуете за те дисциплины, которые вы хотели. Мы отбираем на каждом году пять дисциплин, и соответственно они читаются. Есть еще опция какая, что вам захотелось какую-то дисциплину, которая не в списке, пожалуйста. И если вы группой договариваетесь, то, соответственно, мы эту дисциплину запускаем. Это дисциплины второго года. Как вы видите тоже, они все в большей степени нацелены на практическое использование. Возможности для исследования магистерской программы. Во-первых, у вас два года будет идти научный семинар. И в рамках семинара вас будут учить, каким образом читать научную литературу, каким образом анализировать данные, каким образом писать научные статьи, и таким образом делать отчеты или анализы тех или иных компаний. Этому будут посвящены два года. Надо еще технику презентации безусловно, потому что, чтобы вы умели хорошо говорить, относить свои мысли до окружающих. Этим с вами будут заниматься два года. И руководители семинара у нас... Это Алексей Буздалин. Это заместитель генерального директора Интерфакса, возглавляющий Центр экономического анализа. Это Александр Кудрин. Это бывший главный аналитик Сбербанка CIB. Сейчас он отвечает за стратегию в компании «Атон Инвестиционный». Максим Петраневич – это старший экономист Банка Открытия. И Елена Димова – наш преподаватель, которая в течение 15 лет занималась вопросами финансового анализа компании «Томсон Ротерс». Какие плюсы есть для обучающихся на этой программе? Первое. Мы всем студентам, которые учатся, даем доступ к терминалу ICONS. Томс Ротерс. На группу выделяется порядка 5-6 рабочих мест, что означает, что вы можете заходить в терминал из любого места где вам угодно, на их непроочередной группе, и готовиться к занятиям не только на базе каких-то учебников, на базе актуальной текущей информации и того анализа, который делают аналитики Рейтера. у вас есть. Значит, что ещё есть, пожалуйста, в любом случае смотрите. Это библиотека высшей школы экономики. Студенты высшей есть у вас или нет? То есть вы знаете, что оно из себя представляет. То есть это, прежде всего, электронная база. И вы, как магистры, обращающиеся по этой программе, имеете доступ к возможностям подключиться к удалённой библиотеке и, соответственно, скачивать любую информацию, которая вам будет необходима. И вот здесь перечислены, видите, самые различные поисковые сервера, которые есть в библиотеке. Банковский институт ежегодно организует CFA-институт. Что это такое? Институт CFA каждый год проводит среди студентов, обучающихся в институтах, конкурс на анализ той или иной компании. Это очень серьёзная, очень ответственная работа. Каждая команда должна состоять из пяти человек. И ребята реально занимаются этим конкурсом где-то полгода. Он очень трудозатратен, очень трудоём. Но могу сказать, что в конкурсе участвуем уже порядка десяти лет. И на классическом этапе, то есть в финале Российской Федерации, мы побеждали, если я правильно помню, восемь раз. Выходили в финал. Дальше вот разные были достижения. В этом году мы тоже победили. Но, к сожалению, дальше европейского финала мы не ушли. В институте проводятся открытые лекции мастер-классов. Мы традиционно дружим с Международным оборудоватым фондом. В частности, вот сейчас здесь это в мире видео. С миральным банком приглашаем интересных людей. То есть весной выступал в райском Браганзе. Это индийц. Чудно совершил человек, который сумел в Индии создать аналог банка Гранин, который есть в Банглодэше. И каприализация которого на данный момент составляет более 30 миллиардов. Человек приходил к нам и делился своим опытом. У вас есть два вступительных испытания. У кого-то у вас можно будет знать. Первый – это фартфолио. Фартфолио предполагает, что вы должны привести по себе максимальную информацию. То есть, что вы закончили, какие были оценки, кто вас рекомендует, какие у вас есть достижения, коре и учебы. Это все учитывайте в составе портфолио. И второе – учитывая то, что у нас программа англоязычная, мы либо берем английские сертификаты, здесь вот они у вас изложены, сбованы, либо, если этого сертификата нет, вы издаёте экзамен по английскому языку, который представляет себя аудированным. В принципе, это несложный, но для тех, кто знает английский. Если есть английские проблемы, то, к сожалению, никак не поручится. Теперь я пишу здесь мультисоветский. Это вот то, что на самом деле мы ланируем. Вы знаете, что высшая школа канала достаточно большой геократический организм. И вот мы эти скидки продали в более финансовый комитет трёх недель назад. Как мне кажется, их утвердят. Но пока формального утверждения нет. И сейчас на этом слайде показываю вам те материалы, которые мы, собственно говоря, подали финансовые комитеты. То есть они предполагают скидки для победителей олимпиады. Они предполагают скидки выпускникам вашей школы канала. Они не такие большие, но они тем не менее есть. Более подробно вы с этим можете познакомиться на сайте Банковского института. Теперь откуда у нас насчёт студентов. Смотрите. Здесь вот видно, что наши студенты заканчивали. То есть абсолютно доминируют образование. Вы видите, оно самое разное. В основном экономика. Но если кто-то заканчивал не по экономике, то же не по экономике. Вам будет немножко более тяжело учиться. Особенно если это были гуманитарные программы. Тем не менее ничего страшного нет. Потому что, по большому счёту, магистратура всегда, это вот, есть там вот традиционная переработка. Ваш второй шанс. При условии, что вот, приступая первый раз, вы выбрали немножечко нибудь специализацию. И здесь вот территориально показано, откуда нам попадают сейчас наши студенты. Это вот за набор 18 студентов. То есть, вы видите, здесь представлено как наше ближнее зарубежье, так и достаточно дальнее. То есть, Япония, Швейцария, Китай. Теперь преподаватели. Любая программа, она, в общем-то, ценна, в первую очередь, в своём преподавателе. Вот если вы посмотрите рядом с фамилией каждого преподавателя, зачастую пишется, что вот эти вот три буквы сейфы. То, о чём я вам говорю. То есть, мы требуем от наших преподавателей, которые читают на дисциплинах, имеющих прямое отношение к специальностям, чтобы они были, помимо того, что кандидатами динамических навыков и редакторами, для того, чтобы они были частыми ударами сейфа. И, в частности, вот в нашей программе преподает Дмитрий Любых, который является президентом сейфа и Раши. Он преподает Михаил Матомников, который сейфой не является, но это главный аналитик, и сейчас Сибербанк Российской Федерации. Так же, как и я, заканчиваю городскую школу бизнеса по творчественному программу. То есть, состав преподавателей очень интересный. Я думаю, об этом более подробно расскажет Денис, да? Потому что я, к сожалению, на этой программе сам не учился. И только с преподавателями общался. Вот, но я думаю, что что-нибудь прошло. Вот всё, что я хотел сказать. Теперь, если нет возражений, я бы предоставил слово Наталье, да? Поскольку мы с банком Креди Агриколь дружим давно, я уж пошутил, что нынешний министр экономики Российской Федерации, он как раз через меня попал в банк Креди Агриколь, да? Дальше стал развиваться, правильно? Минэкономразвитие. Да, минэкономразвитие. Да, минэкономразвитие. Вот и дальше, вот, за 10 небольших лет стал министром экономики Российской Федерации. Пожалуйста. Чтобы мы были классы дороги. Добрый день. Меня зовут Наталья Васильевича. Я продавец HR банка Креди Агриколь. Это французский банк, продающий группу Креди Агриколь. В России мы представлены ветвью корпоративного и инвестиционного бизнеса. Соответственно, мы работаем с юридическими лицами. Банк представлен в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы небольшой банк и не стремимся к количественным масштабам, мы стремимся к качествам. Поэтому наши клиенты – это ведущие российские компании, включая госсектор, всем известные наши дорогие и любые. И международные компании, которые обслуживаются на мировом уровне во всем мире нашим банком. Что касается нашей дружбы с Высшей школой экономики, это как минимум порядка 12 лет, что мне известно. Но я думаю, что это было и раньше. И действительно, мы взаимодействуем в разных областях. Это и обучение, и прежде всего какие-то стажировки, которые мы предлагаем для студентов. И Василий Михайлович и Ваша дружная команда нам действительно помогает. И я могу сказать, что те ребята, которые приходили к нам на стажировки и приходят до сих пор, как у нас было и в этом квартале Placement. Зачастую банки остаются, развиваются дальше. Судьба, естественно, у всех, так сказать, разная. Разные цели перед собой ставят студенты. Но тем не менее, что я хочу сказать об уровне подготовки и каких-то профессиональных навыков. Безусловно, Высшая школа экономики – это определенный эталон качества. И эталон качества не так, что это просто какой-то бренд продаваемый. Я говорю об этом, исходя из тех комментариев, которые представляет нашим менеджером, нанимающим, руководителем подразделения профессионального. То есть объявляется конкурс, мы смотрим, кто есть, проводим собеседование. А дальше, если мы дарим какие-то джуниор позиции, даже с минимальным практическим опытом, что на поверхность выходит, это те знания, которыми человек обладает. И вот здесь, Василий Михайлович, мне просто отраден, что Вы отметили такой акцент командной работы и презентейшный скилл, что называется. Потому что действительно не все ребята могут себя проявить даже на этапе отбора. И в работе сейчас индивидуализм, скажем так, это не ключевой показатель далеко, а как раз от обратного. То есть те качества, что называется, soft skills или те компетенции, которыми Вы обрастаете в процессе учебы здесь, это некая база, некий фундамент, который, грубо говоря, дает Вам дополнительные очки в сравнении с какими-то другими кандидатами. Просто то, как Вы себя презентуете и презентуете свои знания, это уже достаточно высокий процент успеха. Поэтому действительно на этот акцент хотелось бы обратить внимание. и действительно это ключевой момент сейчас, и это будет видно сразу любым нанимающим менеджерам. Я уж не говорю про английский, я уже не говорю о профессиональных знаниях, которые даются. Потому что, конечно, уровень образования и уровень выходных этих знаний, того базиса, он виден сразу, придете Вы к Head of Risk Management, придете Вы к Head of Corporate Banking. Два-три вопроса, все понятно, да? Чего знает человек, чего не знает, как он рассуждает, как он анализирует информацию, у нас лучший кругозор, чего читает. И вот, на самом деле, CFA, как такой триггер, можно сказать. Приведу Вам просто такой практический пример. В нашем отделении Risk Management была недавно джуниор вакансия. Это в нашем банде случается редко, потому что у нас во всем Risk Management всего 11 человек, несмотря на глобальные сделки, которые они оценивают. Я просто упоминаю об этом, чтобы Вы подумали о качестве этой вакансии. То есть человек буквально с первых дней подключился к анализу сделок, ну, я не знаю, громкие именно не будем называть, но Газпром в том числе, да. Понятно, что по кусочкам, по ступенькам и так далее. Но входящие требования, которые были выставлены в районе подразделения, это в том числе либо регистрация на CFA, либо хотя бы один из данных, смотрелся уровень образовательного института, университета, школы и так далее. И уже вот на этом этапе, будь то есть опыт, насколько он применим и так далее, уже на этом этапе отсеялась масса резюме. Ну, я не буду Вам говорить, сколько боли мы испытали в этом поиске, но на самом деле вот тот человек, который к нам пришел, он отвечал всем этим требованиям. И я вот на самом деле на сто процентов подписываюсь, что это показатель стремлений Ваших. Какой ВУЗ Вы выбираете, какую программу Вы выбираете, что Вас, так сказать, утверждает в этих стремлениях, да, почему Вы выбираете программу на английском языке, почему Вы стремитесь попасть в лидирующий ВУЗ. Это все для Вас, как для молодых специалистов, да, на этом поприще. И это действительно просто отличный действительно базис. Я уж не говорю о том, что это очень хорошие нетворки, и даже через тех преподавателей, с которыми Вы знакомите, действительно, для того, чтобы где-то закрепиться, подать свою серию, Вас кто-то узнал, а Вас кто-то сказал, да, вот Василий Михайлович мне звонит и говорит, вот есть такой хороший мальчик, куда Вы его пристроите, мы дальше думаем, вот или к нам, не к нам, куда мы можем порекомендовать, или девочка хорошая. Бывает такое. Да, бывает такое. На самом деле, действительно, я вот думаю, смотрю на аудиторию, вроде как не так много людей, потом думаю, а зачем их много? Они же ведь должны здесь быть осознанно, да? Вы не толпу ищите, а единицы. Поэтому, ребят, если Вы здесь, наверное, действительно, это продуманный какой-то ход, это, так сказать, есть ход на основе какой-то аналитики, которую Вы проверили, что есть на рынке образования, потому что это Ваш билет сейчас. И вот эти вот разговоры сейчас, что сейчас молодежь стремится все там, flexibility, работа из дома, никому ничего не нужно, вот просто закройте глаза и не слушайте, и не смотрите в эту сторону. Все равно те стремления, те тенденции, когда, что мы говорим о финансовом секторе, финансовом рынке, да? Образование, знание, подкованность, кругозор – это база для того, чтобы попасть в топ-индустрию, в топ-работодателя. Да, потому что, на самом деле, Василий Михайлович упоминал совершенно какие-то сумасшедшие наименования корпорации, организации, откуда преподаватели, но это все те же самые, может быть, когда простые совершенно студенты, которые выбрали правильный путь, да, и оказались в правильном месте. И нет, вот когда ты уже приходишь в такие большие корпорации, в этом нет ничего такого вот волшебного. Там тоже есть работа, которую нужно делать каждый день. Просто делать ее может не каждый, да, Денис? Вот, поэтому все в Ваших руках, на самом деле, просто подумайте, почему Вы здесь, и если Вы здесь осознанно и если Вы нацелены на результаты, если у Вас действительно есть, если у Вас серьезное отношение к Вашей карьере, то Вам, наверное, сюда, потому что работы предстоит много. Это программа не для корочки, а для знаний и для ежедневного труда. Я могу судить просто потому, что у нас несколько сотрудников мы направляли на CFA, как некий такой, ну, поощрение для, так вот, талантливого, да, и я просто смотрела по ним, но понятно, что им еще тяжелее, потому что они работали, но сама сдача экзаменов – это, ну, очень тяжелая. Поэтому, если Вы в течение вот этого периода обрастете терминологией, знаниями, пониманием того, как эта программа работает, и тем более, если Вам такие просто феноменальные какие-то скидки дают, потому что, действительно, экзамены очень дорогие, и, ну, просто, возможно, не воспользоваться этой возможностью это грех. Ну, опять же, если Вы ставите перед собой какие-то серьезные цели, если это так вот, как бы так, ну, и ладно, хоть куда, то здесь, наверное, будет тяжело, но и, может быть, это кому-то не нужно, но, действительно, читая резюме, Вы выделяться будете. Это я Вам как какой-то такой вот нанимающий менеджер говорю. И, конечно, здесь, наверное, с точки зрения каких-то инвестмент-зоны, да, инвестмент-денки и корпоративного банка, это, конечно, очень применимо на практике знания. Могу сказать, это и бизнес-менеджмент, это кредитный анализ, это и рыночная, да, аналитика, это и корпорат в плане кавридж, то есть специалистов, которые работают с клиентами ключевыми, крупного бизнеса, да, его не мидсайс, но для крупного сегмента это знание, которое позволяет Вам говорить на одном языке с стороной клиента, потому что на стороне клиента у этих достаточно высокого уровня специалистов на той стороне кто? СЕФО, да, финансовый департамент, да, там, корпоративные финансы, то есть это уже действительно вот тот язык профессиональный, которому можно научиться еще в студенчестве, это вообще замечательно. То есть вот используйте свою молодость, свое время с умом, пожалуйста, и отправляйтесь на широкие просторы, действительно Вы будете замечены на аналитике. Так, на это оптимистический момент. Спасибо большое. Денис, как ты знал, это все равно, снаружи посмотри, а смотри. Добрый вечер, меня зовут Денис, я, ну, сначала партинг в себе, я закончил магистратуру финансового анализа три года назад, я сдал экзамен СЕФОА, все три уровня. Добрый вечер. А когда у нас учились? Задатели, чтобы ты верил? Какой вариант? СЕФОА – это очень важный экзамен, я рекомендую его всем сдать, как поучаствовать финансовыми аналитиками, в принципе, не так важно, чем будете заниматься трейдингом, финансовым анализом, ну, достаточно много и все, в финансах СЕФО открывают все абсолютно. Плюс на собеседование это вам тоже очень поможет, потому что, ну, кто не знает, что спрашивать в эти пять минут, которые у вас собеседуют, и лучше знать все, потому что вакансий очень мало на рынке, ну, хороших вакансий очень мало, и когда такая возможность появляется, хотелось бы ее воспользоваться. О чем мне поподробнее рассказать? У меня вопрос есть. Сколько ты зарабатываешь? Это конфиденциальная информация. Ну, хотя бы ориентировочно. Я не могу сказать. Ну, Google – это же не только информация. Можно зайти в интернет, изучить кучи форумов, сайтов, и примерно будет нечем правильным. Я знаю, что сейчас американские инвестиционные банки, ну, некоторые уходят с нашего российского рынка. Ну, если мы, например, говорим… Так, недавно ушел… Морган Стэнли. Морган Стэнли, да? Да. И все пока, да? Вообще, вот как вот сейчас изнутри, вот если посмотреть на рынок, мне просто кажется, что относительно предыдущего, да, там, десятилетия, да, когда, ну, финансовые аналитики были очень востребованы, рынок был очень живой, ну, потому что для нашей российской экономики это все было каким-то, ну, неким новшеством, да, сейчас, мне кажется, что вот эта ситуация, она уже более-менее сбалансировалась, вот. И, ну, плюс еще на нашем, ну, фондовом рынке, да, может быть, лично, по моим ощущениям, сейчас некая стагнация, потому что, ну, если там посмотреть, ну, по количеству компаний, которые выходят на IPO, их, ну, не так уж и много. То есть, как вот изнутри-то, ну, с точки зрения вот, собственно, вот нашего вот value, значительно ли оно вырастет благодаря вот данной администратуре, там, какие вот реальные шансы потом с точки зрения этого устройства, и есть ли, ну, я не знаю, какая-то положительная там динамика по поводу количества вакансий и вообще всего остального. Вот у меня просто личные переживания, я, мне интересно. Мы можем разделить ответственность. Ты расскажи одну трюк. Да, я пока начнется, я пока начнется. Насчет рынка. В 2007 году основной индекс RTS, это E500, сейчас он стоит 1400, спустя 10 лет, и это при том, что за последний трюк он вырос на 100%. В принципе, это говорит о неком, как сказать, привлекательности рынка для инвесторов, критализации рынка. То есть, она значительно снизилась за последние 10 лет. Насчет IPO, мне кажется, все крупные компании так торгуются на бирже. Я даже не знаю, какую компанию я бы хотел видеть еще одна бирже, чтобы ее торговать. Из каких-то электричных регионов, которые западные инвесторы бы хотели торговать. То есть, это неискоржный папку, а потом не термин. Дополните, да? Вот смотрите, сейчас народ, на самом деле, не самый большой домен. И вот конкуренция, она растет. И вот когда работодатель Наталья, здесь присутствующая, видит вот эти три буковки, да, она что понимает? Это есть некая вот печать о том, что данные в работе качественные. Это первое. Второе, понимаете, к счастью, к счастью, финансовый рынок не ограничен Российской Федерацией. И большой плюс в том, что, если вы увидите на сайте института CFA, там порядка 150 партнерских программ. Что значит, что они по всему миру. Основной объем это США, но это сейчас Китай, много быстрого, Европа и так далее. Что люди, закончившие эти программы, они обладают неким багажом знаний, который привязан к этому в силу выше, в сейф-фейк институте. Это опять печать качественная. Поэтому при помощи равных условиях перед вами открывается значительно больше дорог, чем вот если бы этого не было. Ну да, то есть, в принципе, вас не должно тревожить, что происходит с динамикой на рынке, потому что вы никак на это повлиять не можете. Учитесь, развивайте себя. Возможности всегда есть. И в России есть вакансии, и за границами еще больше вакансий. В принципе, если вы сдадите CFA, у вас будет опыт работы, и диплом вышки, вы спокойно можете пытаться попасть в западные банки, пропустим, в Лондоне или в Париже. Это вполне неприятно. Мне кажется, даже это больше делать, чем в Москве. Да и много наших выпускников, не знаю, к счастью, к несчастью, но они работают там. Но они на этом уровне вполне конкурентоспособны. Вот что важно. Те переживания, которые мы поделились, они вполне обоснованы. И, конечно, наверное, нельзя в текущую ситуацию сравнивать с ситуацией в качественных вакансиях их стало меньше. И вот та конкуренция, о которой Василий Михайлович я упомянул, она действительно среди кандидатов есть. То есть сейчас мы опять вернулись к тому, что это рынок работодателей. Это не рынок кандидатов, а рынок работодателей. То есть выбирает работодателей. И, конечно, при всех прочих равных есть входящие какие-то данные, которые уже просто на уровне резюме отсекаются. Сколько вы будете получать? Послушайте, во-первых, не только о банках думаете, это не только финансовый институт, это могут быть и корпорация. Система оплаты везде разная. Есть те подразделения, даже там, где работают финансовые аналитики, подразделения, которые, скажем, ориентированы больше на фиксированную часть оплаты труда. Но в силу того, что, да, люди делают там свою работу, но они не напрямую влияют на некие клиентские там сделки. Есть подразделения, которые от обратного, да, фиксированная часть, она может быть меньше, но зато есть бонусная часть. Вы сейчас этого не поймете. Вы это поймете, но когда вы пойдете на собеседование устраиваться на какие-то джонер-вакансии. Даже этот джонер-левел, он может быть совершенно разным. И здесь тоже все зависит от того, где вы поучились, а может где еще вы постажировались во время этой учебы. То есть не братьте эти два года на то, чтобы нигде не постажироваться. Идите на стажировки, может быть, они не будут супер как-то оплачиваемы, и не нужно, так вот, скажем так, в своей амбиции направлять сразу на уровень оплаты. Вот я не знаю, Денис, ты учился, когда ты здесь стажировался? Да, я работал. Я работал в БКС. Первый год я совмещал работу в БКС и учебу, второй год я уже хорошо регионировал учебу на стажировку. То есть есть разница в ощущении от номинования работодателей, да? Но ключевое это что? Какие знания за этот год получил технические? Потому что на том же собеседовании сейчас не все смотрят просто, как твой работодатель назывался. Сейчас читаю функционал и спрашивают о функционале. Очень важно где-то поработать перед тем, как вы приходите на собеседование в серьезную компанию. Во-первых, у вас будет высокая конкуренция. И скорее всего, у ребят, которые уже работали в серьезных компаниях, вы просят конкуренцию принимать. Во-вторых, это полезно для вас в плане профориентации, вы будете лучше понимать, как устроен процесс внутри компании, какой коммуникационер, куда вам двигаться. Вот, кстати, насчет уровня оплаты, мне даже кажется, на джуме по различным компаниям еще по многим компаниям. То есть нужно поработать несколько лет, чтобы понять, кто сколько зарабатывает. Потому что не можете просто подойти к сотруднику и сказать, сколько ты зарабатываешь. Вам никто не ответит, скорее всего. У нас просто культура в России такая. Есть страны, где это первый вопрос. Привет, как тебя зовут, сколько ты зарабатываешь? Особенно собеседование, я стараюсь задавать этот вопрос. Мне кажется, это вам принцип пойдет очень сильно. Потому что вы все-таки идете на работу, чтобы как-то реализовать себя, использовать знания, которые вы получили, а не просто, чтобы получать зарплату и делать неважно что. И еще вот один момент. У нас программа, у нее статус дневной. Но занятия реально происходят либо вечером, либо в субботу. Я могу объяснить почему. Первая проблема – это то, что мы считаем, что вы должны понимать, для чего вы учитесь. Потому что если человек из бакалавриата плавно перекатился, там еще куда-то в администратуру и понимаешь, что ему надо. Бессмысленно. Второе. Мы на программу привлекаем очень хорошую практику. То есть, которая всеми руками что-то делает. Которые вам там и учебники могут рассказать, как это делать, какие проблемы, реализовать то же самое командную работу и так далее. Они требуют оплаты. Потому что для них это тоже, понимаете? То есть, я стараюсь отдыхать после работы. И вот у нас, допустим, в Москве в загрузке плавно есть. Ольга ведет занятия до полдесятого. После чего она уезжает на работу. Сидит там до двух часов ночи. Вот для того, чтобы человек приходил преподавать, надо платить деньги. Поэтому мы вам предоставляем возможность днем зарабатывать. Для того, чтобы платить нам деньги. Иначе нам этих преподавателей не привлечь. И третий момент. Это вот касается всех измужкового пола по слуху по слуху. Статус программы дневной. Воскварный и взрыв. Какие конкурентные преимущества она дает практикующим сотрудникам? Я вам могу сказать, что у нас отучилось где-то, наверное, пять кандидатов экономических наук. И три полных чарт-холдера сейфы. На мой вопрос, а вот, точнее, полный чарт-холдер, да? Ты зачем сюда пришел? Как зачем? К заднему задавать от одного дела. Сейчас мне надо было и все это по полочкам разложить. Был у вас такой? Был, да? Был, да? Он летал на Швейцарию, верно я понял? Совершенно верно, да. Человек из Швейцарии пришел, чтобы вот сюда ходить на занятия. У нас есть уникальная возможность задать вопрос людям, которые работают в двух компаниях и в двух позициях. Я даже не знаю, где еще может быть такую возможность. Подчастись человеку после занятий задать вопрос. Это может быть как и по учебе вопрос, так и по карьере. Может быть, с собеседованием спросить или еще врачом. Тюдер? Да, да. Плюс нет, Влад конечно. У меня тоже еще вопрос есть. Мы все с вами сейчас говорили в основном про инвестбанки. Я сам не студентом. Сейчас вот ребят, который только что закончил вышку. Я уже несколько лет работал в РЖД. Сейчас в департаменте корпоративных финансов, в реальном секторе. Мне как раз таки интересно. Я тоже такую тенденцию не буду наблюдаем. Исходя из общения с разными финансистами. О том, что сейчас все-таки из инвестбанков у нас в нашей стране люди перетекают в реальный сектор. Как раз таки из-за того ВКО сотрудников, которые были... Где нужны ресурсы, туда идут закрывать. Да, да, да. И куда-то нужно вливаться. Первое. Мы сейчас не говорим про инвестбанк. Мы говорим про финансовый анализ. Финансовый аналитик. Который может применять свои знания и умения везде, где требуется финансовый анализ. Это может быть РЖД, это может быть инвестбанкинг, это может быть консалтинговой компанией, все что угодно. То есть где требуется знание, понимание финансовых процессов. Теперь то, что касается инвестбанкинга. Понимаете, здесь есть некоторая проблема, которая дискутируется достаточно давно. После кризиса 2008 года был введен базилькинг. Это не только у нас во всем мире, который предложил под инвестбанкинг очень большой план. Это, к сожалению, так и многие, к счастью, я не знаю. Основная идея была такая – сократить финансовый рычаг, чтобы у нас меньше была реактивность рынка, для того чтобы, скажем так, смягчать возможный финансовый кризис. Чтобы это не было, как в 2008 году, когда заливали пожар керосином. А Вы спросить-то что хотели? У меня был вопрос, собственно, в том, женский рынок эта программа применима для реального сектора? Ну, если применима, например, она вообще применима для всего, где требуется финансовый финансовый. Это очень много вакансий для своих людей. Это самый сложный и престижный экзамен, который есть в финансовом мире. Да, он ценился на деле. Да, да еще раз, мы не обеспечиваем экзамен. Мы даем скидки на институт сейфа и даем скидки, да, 20 человек в год, 21 в год, потому что мы работаем, 75%. Программа построена на базе вот этого экзамена, но это не сам экзамен. Это магистерская программа. То есть Вас учат где-то, может быть, даже глубже, чем этот экзамен. Экзамен – это решение каких-то конкретных задач. Вы должны, в первую очередь, почему к нам приходить чарт-холдеры сейфа? То есть, стратегически мы поднимаем, что куда, зачем, а не просто уставить галочки в экзаменационном билете. И могли бы Вы еще, точнее, даты, все-таки, до какого числа можно подавать в портфолио? И, например, какие дни будут проходить экзамены по английскому языку? Потому что я на сайте, так эту информацию точно не смог найти. Есть ли у нас понимание? Можно. Что у нас в этом? Ну, у нас начало приема портфолио 20 июня. Это я знаю, да. Да, принимается до 20 августа. До 20 августа. Да, по поводу английского языка. Это проводит департамент иностранных языков. После того, как приходит понимание количества поданных заявок. Потому что на многие магистрские программы точно так же можно предоставить сертификат о знании английского. Либо человек выходит на экзамен. И вот когда департамент иностранных языков понимает количество, он разбивает на две волны обычно. И тогда вывешиваются даты. Но это, скорее всего, июль и август. Точнее, чем сам департамент иностранных языков, я не скажу. А две волны точно будет? Ну, вот последние несколько лет, да, две волны. Потому что в одну не успевает очень много. Вот в две. Еще вопрос. Скажите, вот я инженер по образованию, программист. Я не имею экономического образования совершенно. Вот интересно, и работаю в коммерческой организации, и занимаюсь системой управленческого учета. Ей не хватает знаний финансовых, чтобы говорить сегодня на одном языке с финансистами. Насколько мой инженерный опыт может быть полезен для освоения вот этой вот программы? Ну, смотрите, у вас наверняка будет легче, чем другим, имеет гуманитарное образование с количественными методами. Математика, наверное, была, да? Да, я проект программист, математик информационной системы. Да, математик, да. То есть проще будет с количественными методами с эконометрикой. То есть там, где требуется количественные приемы для финансового анализ. Если нет базового экономического образования, ну, еще раз, не страшно. Ну, или лучше мне потянуть, допустим, какие-то дисциплины перед поступлением на эту программу. Ну, именно экономически, или, в принципе, как бы я в процессе обучения... Я думаю, в процессе потянуть. Я думаю, не буду лично почитать предварительно какие-то учебники. Можем взять материалы первого уровня CFA. Там все очень структурировано, и как раз начинается базовая вещь. Плюс это все на английском, чтобы... Ну, просто финансово на английском отличается от обычного английского достаточно сильно. Какой-то проблем я не вижу, я думаю, у вас хорошо получится там учиться при желании. Много предметов, это правда, где есть элементы программирования, либо математики, те же предметы, допустим. В принципе, эти знания не релевантны. Ну, анализ, да, иногда тоже как бы такой... Да, 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 конечно. Ну, тренирование потом... Да. Целый курс лекций у нас был в программе ARP. Я не знаю, знакомая, или у Сатинка. Какая еще раз... ARP. ARP. Я просто помню, потому что я ничего не понимал перед тем, как у меня начался, и для меня он был сложен. Может быть, вам будет проще разобраться в языке программирования, насколько я понимаю? ARP. Язык программирования, да? Я не знаю, как правильно это называется. Это программа по статистике. Да, там тоже есть некий язык, который нужно знать, чтобы уметь программировать. То есть, в принципе, вот этот, как бы, базовый какой-то там опыт по программированию, он вполне может пригодиться. Он не в работе, он еще может пригодиться, если вы хотите перейти, допустим, в какой-то алгоритмический отдел того же трейдинга. А значит, что много специалистов сейчас требуется, которые программируются. И вот этот опыт, как бы, финансовые знания, они, как бы, конечно, мне тоже там много. Еще вопросы? Есть вопросы? Ну, тогда большое спасибо, что вы, несмотря на жаркий такой вечер, к нам пришли, потратили свое время. Мы вас ждем. Смотрите, конечно, выбирайте, да? В принципе, мы попытались рассказать, в чем преимущество данной программы, да? Ждем, приходите. Спасибо. Большое спасибо за просмотр. Спасибо вам.